Привет! С вами Sawyer и сегодня снова решаем задачу FizzBuzz, на этот раз на языке Irlang. Я уже делал видео, где решал эту задачу на JavaScript в четырех вариантах. Сегодня вариант будет ровно один и на языке Irlang. Почему Irlang? Ну, во-первых, сразу скажу, что я не эксперт по этому языку и не претендую на эту роль. Я просто люблю программирование, люблю языки программирования и периодически смотрю разные языки на предмет того, насколько они хороши, насколько они удобны. Вот в случае с Irlang я делал несколько проектов, в основном это были пэт-проекты, и один раз я участвовал в коммерческом проекте, где был, что называется, на подхвате, не выполняя какой-то значимой роли. Но, тем не менее, я немножко имею представление об этом языке, просто потому что мне интересны языки программирования, и я люблю их изучать, смотреть, пробовать. Почему Irlang? У Irlang замечательная парадигма. Во-первых, это, с одной стороны, сильно типизированный язык, с другой, динамически типизированный. Что это значит? Сильно типизация говорит о том, что неявного преобразования типа там быть не должно. Все преобразования типов должны быть явными, но при этом определение типа выполняется в момент присвоения переменной того или иного значения. И с учетом того, что присвоить значение переменной в Irlang можно только один раз, и далее его изменить уже нельзя, это достаточно приятная связь. Потому что статическая типизация, когда мы в момент определения переменной определяем ее тип, на сегодняшний день все равно дополняется автоматическим выводом типов. Потому что вывод типов это самое скучное и неинтересное занятие, которое может быть, хотя оно и сильно повышает надежность программ, позволяет на этапе компиляции провести анализ и выявить ошибки программиста и устранить их. Это здорово. Но тем не менее, динамическая типизация хороша тем, что она адаптируется к окружению. И таким образом программы на Irlang могут быть, например, загружены на горячую, что называется, и адаптироваться к окружению. И динамическая типизация в данном вопросе очень сильно помогает такому поведению. Кроме этого, знаменитый ирланговский принцип Let it crash, то есть пускай это падает, мне тоже очень импонирует. То есть ирланг фокусируется не на том, чтобы сделать модули и процессы максимально надежными, он фокусируется на том, чтобы они как можно громче падали и их можно было заменить кем-то другим. Ну, то есть чем больше у нас модулей работающих, тем лучше. Кто-то из них упал, ну и что, мы передали эту работу другим и продолжаем выполнение программы. И, в общем-то, у ирланга одни из самых неплохих показателей аптайма как раз за счет реализации этого принципа. Это очень здорово. Плюс ирланг ориентирован на параллельные вычисления и на нем делают системы реального времени, так называемого мягкого реального времени, что очень здорово. И говорит нам о том, что ирланг в большинстве случаев будет функционировать крайне эффективно, но в случае, когда нельзя быстро что-то сделать, он будет функционировать медленно, но это будет редко. И как раз мягкое реальное время нам позволяет решать большинство задач, связанных не с какими-то там управлением ядерным реактором и так далее. То есть это масштабируемость, хорошая масштабируемость, хорошая производительность в большинстве случаев. Это здорово. И, конечно, у ирланга приятный декларативный синтаксис. Он отличается от императивных языков и отличается от объектно-ориентированных языков, и в этом его прелесть. Мне нравится, очень нравится его паттерн-матчинг, и это здорово. Потому что это позволяет несколько иначе взглянуть на программирование и несколько иначе взглянуть вообще на сам процесс написания программ. И в целом этот язык крайне интересный. Я вам очень рекомендую его попробовать, и, возможно, это окажется ваш выбор, который определит вашу дальнейшую судьбу. Ну, а я хочу написать простую первую программу, пускай это будет FizzBuzz, и давайте посмотрим, как она выглядит. Давайте для начала освежим в памяти, что было сделано на языке JavaScript. Задача FizzBuzz сводится к тому, что у нас есть числа от 1 до 100, мы выводим их на экран. Если у нас число делится на 3, выводим слово Fizz, если делится на 5, слово Buzz, а если и на 3, и на 5, то выводим FizzBuzz. И вот здесь мы делали просто. Мы генерировали значения от 1 до 100, и дальше с помощью оператора ForEach пробегались по ним и проверяли условия, выводя либо слова, либо цифры на экран. Ну, давайте что-то подобное напишем на Ирланге. И, конечно, это достаточно простая программа, но, тем не менее, мы будем использовать в Ирланге, уже будем в этой простой программе использовать Pattern Matching, мы будем использовать списки, будем использовать стандартные функции и будем использовать охранников на функции. Что это такое, я расскажу чуть позже. Создаем файл FizzBuzz.erl. И надо знать или помнить про Ирланг то, что он компонентно ориентирован, и у него практически все определяется в рамках модуля. Это одновременно является и границами видимости, и из модуля ничего наружу не просачивается, все, что определено в модуле, использоваться может только внутри модуля, и это важно. Поэтому первым делом мы определяем модуль. Ну, и, естественно, будет называться у нас FizzBuzz. Точка говорит о том, что инструкция завершена. Дальше. Все, что используется вне рамках модуля, должно экспортироваться, и мы пока ничего не экспортируем. Теперь определим основную функцию, которая будет выводить на экран 100 чисел, и, соответственно, эти 100 чисел будут либо отображаться числами, либо словами FizzBuzz или FizzBuzz одновременно. Как и в случае с JavaScript, ну, давайте определим это через функцию forEach, и здесь используем стандартную библиотеку и стандартную функцию по генерации списков от 1 до 100. И, собственно говоря, на этом функции print свою задачу решает, и заканчивается ее задача. Соответственно, нам нужно экспортировать эту функцию, и здесь мы пишем название функции и количество аргументность, или арность этой функции, которая говорит о том, что в функции print нет никаких аргументов. Если бы у нас было несколько функций print, и у ней были бы аргументы, кстати, это будет у нас чуть позже, то для экспортирования таких функций нам нужно было бы указать здесь количество аргументов, функции, которые мы хотим экспортировать. Дальше нам нужно определить функцию forEach, потому что это не стандартная функция, мы ее решили делать сами. И вот здесь мы как раз используем популярный эрланговский pattern matching, то есть мы делаем описание параметров, которое говорит о том, что на вход нам поступает список, об этом говорят фигурные квадратные скобки, а этот список мы уже разбиваем на две части, то есть вот одна часть это n, это первое значение нашего списка, а вторая часть это tail, это хвост списка, то есть если мы возьмем список от единицы до 100, то первым n будет единица, а дальше будет все оставшееся от 2 до 99 и включительно попадет в хвост. То есть вот такой интересный синтаксис. И далее мы просто говорим вот что, нам нужно вывести число на экран, функция printn у нас пока не определена, мы определим ее ниже и соответственно продолжить рекурсивно вызывать список, но уже не весь список целиком, а его хвост. То есть как вы понимаете, далее что получается, мы вывели первое значение списка на экран, а хвост списка передали снова функцию саму в себя, то есть снова попали вот на этот matching, и здесь мы снова определили первое значение уже хвоста, это будет двойка и опять разделили двойку и весь остальной список. Ну и нам необходимо предусмотреть выход из этой рекурсии, когда у нас останется только пустой список, то есть когда у нас будет предпоследний случай одно значение в списке, оно попадет в n, да, 99, а в хвосте будет пустой список, мы его передадим и он уже попадет вот под это условие pattern matching'а, ну и здесь мы вернем стандартное, стандартный ирландовский atom, ok, то есть atom это значение, которое выражает само себя. И на этом закончим. Видите, когда мы описывали функции, те функции, которые являются последними, мы завершаем точкой, а те, которые являются промежуточными определениями, точкой запятой. Ну и, собственно говоря, далее нам нужно определить функцию print. Самое простое, что у нас есть, это printn, который выводит на экран числа, то есть когда у нас не сработало никаких условий, мы просто на экран выводим числа. Вот так это интересно делается в Erlang, извините мне, микрофон закрывает клавиатуру. Это просто синтаксис вывода на экран значения. Далее, но нам нужно не всегда выводить значения, а в некоторых случаях нам нужно выводить физ и бас. И вот здесь мы как раз определяем сигнатуры функций с охранниками, которые определяются словом when, то есть дополнительным условием, который не выражается самим паттерном, самим паттерном, который мы сравниваем. Сравниваем и мы говорим, что если n делится без остатка на 5, тогда мы делаем вывод на экран слова бас. Так, это не последняя функция, последняя у нас выводит просто число, следовательно мы точкой запятой завершаем. Ну и по аналогии мы говорим print n, когда n у нас делится нацело на 3. И снова выводим на экран слово физ. Все. Ну и еще один охранник, когда число делится и на 3 и на 5. И это делается уже составным условием. Давайте вот так его определим. Вот так. И мы должны уже вывести слово физ.бас. Давайте теперь скомпилируем и запустим нашу программу и посмотрим, что получилось. Запускаем Erlang, запускаем компиляцию физ.бас и теперь запускаем наш метод print, который мы экспортируем из этой функции. Ну и видим, что последнее значение баса, это значит, что выдается 100. Да, то есть 98, 99 физ, потому что делится на 3 и 100 это бас, потому что делится на 5. И значит, что наша генерация значений функции включает как первое значение, так и последнее. То есть от единицы до 100 включительно. Окей, на этом создание программы заканчивается. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что слушали. С вами был Sawyer. До свидания.